Привет! Сегодня будем разбирать мою песню «Сияние чьей-то души». Она играется в строй ре, ре строй, но каподастер мы вешаем на четвёртый лад. В итоге получается такой звук. Можете без каподастера струны натянуть. Получается, если в ми она бы была настроена, она бы звучала так. То есть, получается, вам надо на два тона выше настроить гитару, чем стандартный строй гитары. И уже находясь в этом строе, мы можем обращать уже внимание непосредственно на сами аккорды расстановки. В видеоклипе было заметно, что я играю что-то на аккорде Е-М, и там мизинцем что-то делаю, указательным пальцем. Но так как видео далеко всё-таки находилось, ну, ракурс видео, и разобраться сложно, покажу это сблизи. Значит, вот ставим Е-М вот этими двумя пальцами. И так вот, когда стоит Е-М, мизинцем помимо этого я ещё ставлю мизинец на первую струну, третий лад, потом отпускаю, продолжаю играть Е-М, ставлю мизинец на третий лад, вторую струну, продолжаю играть Е-М, отпускаю мизинец, Ставлю указательный палец на первый лад, вторую струну и отпускаю. И потом опять отпускаю E-M и вставлю. Ну, в общем, получается вот так вот. Дальше уже перехожу на другой аккорд. Ну, еще раз повторим, чтобы было лучше видно, как я мизинцем, куда ставлю я. Повернусь вот так вот. Вот E-M. То есть вот на первую струну. Уже на вторую струну. Заново. Играю в основном по вот этим струнам по среднему, то есть по басовым по среднему, но когда доходит дело до нажатия мизинцем, я уже немножко здесь вот спускаюсь, а потом возвращаюсь на основную часть вот эту. Большая часть песни играется вот по этим струнам, не затрагивая вторую, третью струну, но вот когда наступают моменты переходов вот этими пальцами, тогда я уже спускаюсь и сюда. Выходит это так. Вот, в этот момент получается по пустым струнам вообще не ставлю ничего. И дальше вот я как бы сыграл по пустым струнам, перехожу вот сюда. Ставится квинт, это три пальца. Указательный у меня получается стоит на пятой струне. Какой тут лад? Раз, два, три, четыре. На четвертом ладу. Но я говорю все относительно от каподастра, то есть после каподастра у меня первый лад, второй, третий. Те лады вообще забудьте. Вот эти лады вообще забудьте, потому что сейчас мы считаем первый лад вот этим после каподастра. Получается, квинт у меня начинается после проигрыша вот этого вот. Вот этот квинт, короче. Не умею объяснять, быстро и четко, поэтому так все растянуто. Вот этот квинт после проигрыша попадает так, что указательный палец у меня на пятой струне. Раз, два, три, пять, четыре на четвертом ладу. Соответственно, через лад, два пальца безымянный и мизинец находятся уже чуть ниже на две струны. То есть получается, безымянный у меня находится на четвертой струне, уже шестом ладу. И мизинец находится на тоже шестом ладу, но на третьей струне. Получается, вот это квинт. Средний палец у нас ставится в тот момент, когда я перехожу к более тонким струнам во время боя. Получается, что основная партия, как я сказал, играю на средних и басовых струнах, но когда перехожу чуть к тонким ближе, тогда уже задействуется нижняя часть вот пунктации пальцами. Там мизинцем и указательным пальцем, а тут только средним пальцем получается. И вот, что этот квинт как должен звучать. Играется по струнам басовым. Чуть-чуть иногда вот вниз спускаюсь. Вот этот звук ловлю. Басовый. Чуть-чуть вниз. Даю чуть-чуть низких, ну то есть высоких тонов, но низких струн. Вот получается так. Только в этот момент мне надо нажимать уже средним пальцем на вторую струну. Раз, два, три, четыре, пятый. Пятый лад, вторая струна. Получается вот так. Почти как два удара звучит так. Не знаю, как объяснить. Очень сложно объяснять. То есть после ударов переходим сразу на другой квинт. То есть весь этот же квинт, который стоял, указательный палец на пятой струне, в четвертом ладу и вот эти безымянные палец и мизинец, стоящие на шестом ладу, четвертый и третий струне, они просто вот сдвигаются сюда, то есть на лад. Сама комбинация расположения этих пальцев не меняется, просто сдвинуться сюда. Все. На один лад ближе к каподастру. Но при этом, когда я играл этот квинт, я нажимал средним пальцем шестой, подожди, раз, два, три, четыре, пятый лад. Пятый лад нажимал на второй струне, то когда квинт сдвигается, смещается сюда, то средний палец будет нажимать не здесь, а все еще здесь должен. Но так как это неудобно палец смещать, смещаются и вот эти вот два пальца, в общем, деформация идет. По крайней мере, для моего хвата руки мне неудобно. Я использую в данном случае, когда вот квинт отсюда, здесь он нажимал вот этот палец, съезжая сюда, я уже этот палец не использую. То есть изначально квинт, играем этот. После этого сдвигаем. Мизинец вниз, вот, отсюда перешел вниз. Вот этот момент я играю практически только по трем нижним струнам. Соответственно, то, что у меня отсутствует на третьей струне мизинец, этого не слышно за счет того, что я усиливаю в основном удар на первую-вторую. То есть третью я вроде как задеваю струну вот эту, но все-таки акцент больше делаю на первые две вот эти. Поэтому не слышно этой общей, как это, отсутствие пальца вот на этом месте. Получается вот такая фигня. И дальше после этого переезжаем на Е-М и повторяем весь проигрыш. И теперь все заново. Когда играете на нижних струнах, на тонких, старайтесь понежнее, как кисточкой, медиатором играть. Когда играете на басовых, акцент более усиленный и более динамичный, чтобы ощущалась динамика мелодий. Получается, где-то замедляетесь, а где-то усиляете удар. Вот такой звук получается. То есть акцент идет на первый удар и затихает постоянно. Ну, то есть два удара пустых идут, без вообще каких-либо аккордов. Вот этот вот переход. Но главное, чтобы не завелась гитара, не было бы вот дребезга. Надо успеть до того, как заведутся струны, поставить квинт. Затишье и дальше ставим аккорд С. Я его называю полноценным, потому что, когда неполноценный С, ну, для меня в моем понятии, просто не стоит палец на шестой струне. Если бы просто С аккорд, он бы звучал так. А полноценный так. То есть больше басов звучит, здесь идет созвучие вот этих двух пальцев, двух струн, и песня получается более теплая. Поэтому ставим после затишья всего проигрыша, который мы учили. Вот этого вот. Там нет края земли. Просто Е-М. Полноценный С был. Там нет края земли. И дальше просто Е-М. Ну вот, как бы это до начала песни. Самый проигрыш был самый, как бы, затрудненный. Дальше играется легко. Д-М еще добавляется в некоторых местах. И проигрыши. Попробуй вспомнить. Я уже текст даже забыл. Давно эту песню не играл. Там нет края земли. Там на палубах льды. Танцует над рубкой фонарь. Ну то есть меняется боль. Бой. Боль. Сначала просто проводим, поем с выдержкой. А потом уже бой идет такое, постоянное движение. Не могу медленно показать. Ну, с приглушкой небольшой идет. Нет, кричит, оставляй сигнал. Уже играем на Д. Аккорд Д. Кричит, оставляя сигнал. Врубан. Старик, капитан. И пошли проигрыш. В красивых узорах стекло. Расписано всюду окно. Там в пределах кормы Д. Давно все позади. Проигрыш. Полноценный проигрыш. Полноценный проигрыш, то есть вместе с квинтами. Короткий проигрыш идет просто вот здесь вот. Мизинцы гуляют и указательный палец на аккорде Е. А полноценный проигрыш уже с квинтами. То есть вот он идет. Полноценный. Так, у меня закончилась, заканчивается карта памяти, поэтому надеюсь основную часть я помог разобрать. Дальше по этому же принципу смотрите и сравнивайте с самим клипом на Ютубе. Соответственно, как что расстанавливать вы уже знаете. Все, всем спасибо за внимание. Надеюсь, смог помочь. Пока.